С этой недели во всех трудовых коллективах начнется голосование за кандидатов, выдвинутых для участия в ежегодном окружном конкурсе «Человек года-2015». В номинации «Работник здравоохранения» заявлены главный врач 3-й городской больницы Татьяна Моисеева и заведующий клиникодиагностической лабораторией отделенческой больницы на станции Муром Инна Козина. С одной из претендентов на почетное звание встретилась наш корреспондент. Про таких говорят бойцы невидимого фронта. Мало кто из пациентов отделенческой больницы знает их в лицо. Тем не менее, лабораторные исследования занимают в здравоохранении по праву первое место по значимости. Роли руководителя трудно переоценить. Инна Валентинна Козина пришла в нашу больницу молодым специалистом и с 2010 года возглавляет нашу клиникодиагностическую лабораторию. Под руководством Инна Валентинна было внедрено не менее 20 новых лабораторных исследований. Это были ферменты на обследование желудочно-кишечного тракта, это онкомаркеры для ранней диагностики онкологических заболеваний. Инна Валентинна пользуется большим авторитетом в нашей больнице и мы были рады выдвинуть ее на ежегодный конкурс «Человека года». Инна Козина в отделенческой больнице на станции Муром работает 24 года. Последние 5 лет врач высшей квалификационной категории возглавляет клиникодиагностическую лабораторию. Грамотный, толковый, чуткий руководитель. Сначала он работает хорошо, какие-то есть ли трудности и вопросы, всегда ответит, растолкует, поможет. Инна Валентинна тот человек, который всегда следит за новыми методами лабораторной диагностики. И от нее можно много научиться. Невозможно представить диагностику критических состояний, заболеваний различных нозологий, профилактическое наблюдение за здоровыми людьми без клинической лабораторной диагностики. Инна Валентиновна считает свою работу крайне интересной и нужной. Работа в лаборатории настолько разнообразная, настолько интересная. И всегда даже говорят, что врач клинической лабораторной диагностики – это врач, который должен знать все. Ведь до 80% диагностической информации врач получает из лаборатории. А правильно поставленный диагноз – это ключ к лечению. Тут очень важно двигаться вперед, считает Инна Козина. Развитие современного медицинского оборудования позволяет отделенческой больнице идти в ногу со временем. Наши больницы работают чрезвычайно интересно по той простой причине, что мы стараемся всегда идти в ногу со временем. А лабораторная диагностика – это та отрасль медицины, которая очень бурно развивается. В последние годы и продолжает развиваться, и думаю, будет развиваться. Очень хотелось бы сказать слова благодарности коллектива больницы, руководству нашей больницы за то, что оказали мне такую большую честь и выдвинули меня на столь почетное звание. Итоги голосования будут обнародованы в канун празднования Дня города. Награждение победителей конкурса «Человек-года-2015» состоится 8 августа. Елена Петрова, Николай Малоденов, Новости Муром.